Уважаемые зрители, мы продолжаем. В России легализован краудфандинг. Краудфандинг, как система сбора средств на различные проекты, уже безумно популярна. Собирается деньги на различные проекты, на реставрацию зданий, на организацию творческих мероприятий и, конечно же, на открытие своего бизнеса. Сегодня у нас в студии необычайно интересный гость. Мы разберемся с ним о новом законе о привлечении денежных средств в компанию с помощью конкретно краудфандинга. И поделится наш гость секретами о том, какие схемы используют российские финтех-проекты. Что за гость? Что за гость у нас сегодня? Это Рустам Рафиков, юрист и управляющий партнер Рафиков и партнеры, правовой эксперт и член рабочей группы по вопросам использования массовых коммуникаций, криптовалюты и блокчейна, комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской думы. В общем, я тогда вас назвал человек-легенду. Вы совсем, мне кажется, преувеличили немного. Сегодня пятница, поэтому и я без галстука, и вы. Поэтому давайте проще проще. Да, и вы на первом неофициальном. Я бы... Такие достижения довольно интересные. Ну да, по роду деятельности, соответственно, занимаемся тем, что любим. Так же, как у вас сейчас коллега говорила, то, что грудь создана для того, чтобы предположить для журналистики. Да, у нас для юриспруденции, поэтому стараемся делать все возможное, чтобы помочь высокотехнологичным компаниям в продвижении своих идей, в том, чтобы они реализовывались. И как раз государственная поддержка в этом есть, что очень радует. Ну, сегодня я здесь хочу рассказать, да, про законопроект, который был, а теперь он стал законом о краудфандинге. Я бы хотел сразу сказать, уважаемые зрители, вы можете задавать вопросы нашему гостю, Рустаму, по поводу краудфандинга, как привлекать средства. Все, что вас интересует на эту тему, Рустам у нас постарается ответить. Ну да, и у меня первый к вам вопрос. Какие у стартапа в России есть вообще варианты привлечения финансирования? Ну, как привлечь финансирование? Есть несколько вариантов, да. Если у вас есть компания, вы начали свой бизнес, конечно, самый распространенный вариант – это пойти в банк. Но реальность такова, что банки выдают либо под высокий процент, либо под условия, которые вам не подойдут. В силу того, что вам нужно, допустим, привлечь очень маленькое количество средств для открытия, к примеру, вашей парикмахерской или проекта разработки мобильного приложения, но банку выгодно давать большие суммы на долгие сроки, под высокие проценты и так далее. Соответственно, этот вариант отпадает. Далее вы привлекаете своих друзей, знакомых, семью, просите дать какие-то деньги, получаете, возможно, что-то. Далее вы идете к инвесторам, так называемым бизнес-ангелам, которые, как волшебники на голубом вертолете, подлетают и помогают денежными средствами. Но все это требует какого-то юридического оформления и личного присутствия у нотариуса, потому что у нас одна из популярных форм ведения бизнеса – это общество с ограниченной ответственностью, а там, соответственно, сделки по залогу доли, либо предоставление займа, который в дальнейшем конвертируется в долю, они сопряжены с тем, что необходимо идти к нотариусу. Соответственно, в интернете это сделать никак невозможно. Но появилась такая вот возможность в связи с тем, что у нас, как говорят, экономика обмена, в связи с поколением новым. Люди любят обращаться в интернет, просить денежные средства. Я как раз вот только что шел, выходил из метро, и девушка подошла, дала мне шар и говорит, не хотите ли вы поучаствовать в нашей благотворительной акции, предоставить какие-то деньги в какой-то фонд. По сути, она занимается тоже краудфандингом. Крауд – это толпа, фаундинг – это получение финансирования, то есть это народное финансирование. Когда вы выходите к населению, говорите, у меня есть интересная идея, у меня есть способности, желания, я хочу ее реализовать, что-то запустить, соответственно, у вас есть все шансы получить какие-то деньги. Вопрос в том, что в нашей стране, к сожалению, очень долго не было никакой законодательной базы. Ну, к примеру, пойти к нотариусу – вариант, но вы не сможете привлечь очень много денег, потому что всех у нотариуса не соберете. Плюс нотариус, конечно, заработает на этом хорошо, а это расходы на сделку, что тоже минус. Соответственно, в мире и, собственно, в России теперь приняли закон о краудфандинге, согласно которому будут созданы платформы, на которых будут привлекаться денежные средства. То есть будет обеспечена защита инвесторов и защита людей, которые привлекают денежные средства. Что вас конкретно связывает с краудфандингом? Мы как раз сопровождаем проекты, помогаем проектам получить финансирование, высокоцехнологичным компаниям, либо каким-то инновационным компаниям, помогаем с привлечением финансирования. И, соответственно, мы до того, как существовал этот закон, предлагали им различные схемы. То есть либо использовать непубличное общество, акционерное, в котором не нужно удостоверять сделки у нотариуса. И одна из платформ на российском рынке так делала, что было очень удобно и, так сказать, позволяло людям привлечь финансирование. То есть опыт есть, и у людей есть желание вкладывать. То есть у людей хранятся деньги где-то, грубо говоря, под матрасом, в банк нести они не хотят, очень много различных предложений, и поэтому у нас такой спрос на ICO в криптовалюте, МММ и так далее и то подобное. Я надеюсь, что будет, соответственно, такая площадка, которая будет позволять людям вкладывать деньги, стартапам их получать на краткосрочное время под какое-то финансирование. Смотрите, у нас есть вопрос из чата. Георгий спрашивает, могу ли я заработать на краудфандинге? То есть, наверное, вопрос такой, каждый ли может заработать на краудфандинге, или есть какие-то такие особые условия, это могут сделать только определенные лица? Вот такой вопрос. Может поучаствовать каждый, конечно, требование закона, который сейчас существует. Смысл в том, чтобы защитить вкладчиков и защитить платформу. Платформа должна встать в рестор центрального банка, вы должны пройти определенную проверку, то есть идентификацию, показать определенные характеристики вашей компании, финансовую отчетность, что у вас действительно есть разработка, действительно есть потребность, к примеру. И далее вы, соответственно, заполняете специальные формы, все происходит в интернете, вам не нужно никуда идти, электронно-цифровая подпись, в общем, инновации, 21 века и цифровая экономика. Все у нас, компьютеры, все вот здесь, как и наш чат, который нам задает вопросы. Дарья спрашивает, очень интересная тема, а еще, а если уже существующий бизнес, он может привлечить дополнительное финансирование с помощью данной системы? Да, конечно, это отличная возможность для привлечения финансирования в существующий бизнес, и, скорее всего, это создано для существующего бизнеса, потому что, когда у вас есть уже готовый продукт, люди охотнее будут предоставлять финансирование, нежели вы будете говорить о какой-то идее, которую вы можете реализовать. То есть у нас все-таки общество не такое зрелое, как в некоторых странах, когда готовы деньги отдавать в стартапы, но начинать нужно, и мне кажется, что это хорошее начало, хотя многие юристы критикуют, и я их понимаю, разделяю их мнение, что что-то не так эффективно, что можно было пользоваться старыми схемами, но мне кажется, то, что делает сегодня наш законодатель в рамках стратегии развития, так сказать, цифрового общества, мне кажется, это отличный путь, и закон вступит в силу со следующего года, с начала следующего года, поэтому нужно отслеживать, какие изменения произойдут, какие площадки появятся, и, соответственно, там регистрироваться, привлекать, искать финансирование проектов. Ну, да, совсем уже чуть-чуть осталось нового года, поэтому дождемся обязательно. А какие уже существуют кейсы данной системы, какие уже, может быть, компании воспользовались? Пока, ну, по новому закону, соответственно, никто еще не воспользовался, идет адаптация его, чтение, понимание участниками рынка, бизнес будет наверняка перестраиваться. У нас в России очень много, на самом деле, крафтфандинговых платформ, когда вы получаете деньги на проект, но есть также и краунд лендинговый, когда вы занимаете, лендинг — это от английского слова «займ», когда вы предоставляете деньги по договору займа. Но есть еще предоставление денежных средств по договору, так сказать, акционерного займа, когда вы, как заемщик, взамен получаете акцию компании. И такая схема возможна, если вы выходите, допустим, на московскую биржу, на публичное размещение и торгуйте акциями. Но, конечно, если вы в гараже собираете прототип своего компьютера, либо студент Бауманки сидит и делает приложение для мобильного устройства, которое в будущем выстрелит и будет популярным, у вас нет такой возможности. Соответственно, пользовались и пользуются люди платформами, что тоже очень хорошо, очень интересно, есть спрос. Поэтому смотрите, участвуйте в них и привлекайте финансирование. Это невероятно интересно. А во что? Есть ли какие-то советы? Во что сейчас, в ближайшее время, нужно будет через краудпандинг инвестировать? Какие-то сферы, направления? Ну, посмотрите в целом, наверное, на то, куда движется рынок. У нас есть в России принята стратегия развития цифровой экономики. Определенные направления, от больших данных до искусственного интеллекта. Далее, конечно, очень много пишется на профильных изданиях про это, про то, какие стартапы развиваются. Ну и есть у нас инновационные центры, и Иннополис, и Сколково. Мне кажется, нужно смотреть тоже проектов резидентов этих компаний. Ну и в целом, в то, что вы верите, то есть это решение инвестора. Есть очень много советников, но в конце концов, всегда человек сам принимает решение, дает деньги на какой-то проект. Начинайте с маленьких сумм, смотрите на возможность возврата. Собственно, ваши деньги будут работать на экономику, экономика будет работать на вас. Мне кажется, это здорово. Вот очень популярный вопрос. А есть ли риски для стартапов, например, сопрут идею? Какие риски, и не только для самих стартапов, но и для заемщиков? Или, возможно, платформа это как-то все страхует? Платформа отвечает за идентификацию компании по определенным стандартам. То есть будут какие-то определенные стандарты, что действительно компания существует, что это юрлицо зарегистрировано, что такой-то человек и так далее, и то подобное. Конечно, от риска невозврата инвестиций, но не застрахован никто. Самый популярный вариант это вложить деньги в банк, но в банк тоже страхует определенную сумму. Поэтому вопрос о суммах. Есть риски того, что компания не вернет денежные средства, либо обанкротится, но это все нужно отслеживать, соответственно. Есть различные варианты. Если говорить про стартап, а не украдут ли идею, то есть у нас, мне кажется, отличные способы в российском законодательстве по защите прав исключительной собственности, и программ для ЭВМ, и товарных знаков, то есть и авторского права создания какого-либо произведения. У нас это все работает, все отлично работает, и суды очень активно встают на сторону защиты нарушенного права, так сказать, людей, которые подверглись этому. Это здорово. Ну и напоследок, дайте советы. Три прям кратких совета. Либо для компаний, которые собираются привлекать средства через данную систему, либо для самих людей, которые собираются вкладывать. Три совета. Ну, совет для тех, для стартапов, которые собираются выходить на эти платформы и привлекать таким образом денежные средства. Первый — это создавайте продукт, создавайте интеллектуальную собственность, то есть актив, который будет оформлен. Оформляйте правильным образом документы на разработку интеллектуальной собственности, регистрируйте их. Далее, второй совет — активно занимайтесь и самим продвижением, потому что платформа гарантирует какую-то часть продвижения, но вы должны, то, что называется роуд-шоу в мире, так сказать, больших акций, больших капиталов, рынка капиталов, вы должны продвигать свою идею. Ну и третье, наверное, делайте то, что вы делаете, оставайтесь верными своей мечте, и, мне кажется, все получится. Очень много бизнесов успешных создано именно так. Огромное спасибо, Рустам, вам за интервью. Действительно, ответили на все вопросы. Надеюсь, что все никого не пропустил наших зрителей.